господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 929 события дня серых 739 во всех делах твоих помню о конце твоем и вовек не согрешишь за второе июля 2017 года до обеда думали тут участок один у надежды васильев заросший лопухами репьем выше моей головы на полметра ты больше и вот вот уже начнут уже распустились эти колючки ну и пришлось рубить к обеду сделали мы это володя помог тут очень-очень непросто все было после обеда что тут заново я весь промок от пота все переменил подсушил маленькой на солнце и заросло у нас картошка надо полоть оттащил тяпки туда-сюда они пытаются руками игру нет жук заедает главное сейчас сбить та трава которая выросла выше картошки а потом заняться жуками а то и не видно поле просто заросшая травой но так и сделали на принял вернулся тяпок еще достал уточил и вот день и прошел прихожу а тут сообщение относительно очистки пруда ну просчитал теперь ответ надо давать чем не согласенную люди так которые даже дорогое оборудование там машину все они зарабатывают у них все возвращается у нас то никаким не компенсируется ничем вот я вложил в дорогу ничего нету и нам никак не возвращается деньги то мы только отдаем допустим три года подряд нанимал бульдозер огромные деньги эти еще в три раза больше сейчас пол озера сделать и 600 тысяч ну где такие деньги это не деньги даже это мусор уже но не знает как и составляет документы прислали оформлять подписывать никогда этого не делал и боюсь боюсь что за этим кроется кто его знает что там налито сегодня посоветуемся батюшку алёшу позовем как что ответить ответ приготовил но побоялся скинуть это сергею пупкову написал это наталья усатая из германии муж у нее сириец мир вашему дому сергей было сегодня на воскресной литургии очень было плохо мне кое-как отстояла поговорила с батюшкой димитрием сказал ему что детей пока не буду крестить пусть подрастут батюшка со мной не согласился сказала почему отложила но ему это не понравилось десятину мы первый раз отдала с третьего раза кое-как взял не хотел отказывался говорит не нужна мне ваша десятина туда для пожертвования в храм поставьте я ему говорю не могу я вам в руки даже дать за моей спиной стояла пара и слышала ждала с ним поговорить и они улыбались и батюшка взял с моих рук и все положил в ящик для пожертвований и что сейчас скидывает на ящик меня сильно тошнило взяла благословение на дорогу и пошла быстрее на улицу недалеко от храма у них лавка там продается все посмотрела там и серьги продают меня это удивило как продают серьги первый раз вижу ведь написано ни пореза ни черточек не должно быть на теле сказала не могу сейчас мне очень плохо после родов приму погружение спаси христос за книги моему отцу духовному игнатию самому любимому в жизни когда-либо встречала земной поклон от меня за молитвы труды и за всех молящихся обо мне земной поклон когда поедете к нему передайте все мне дороги все люблю как родных слава христу за ролики хоть живой голос слышать и радоваться от натальи усатый поклон а сергей мне это скинул михаил батугин игнати технич мир вам молимся переживаем за вас принял ли суд иск они могут и не принять или оставить без движения исковое заявление по формальным основаниям у меня так было чтобы быстрее это узнать я звонил в канцелярию интересовался какому суде поручено корченский сельсовет может письменно просить прокуратуру разъяснить представление приехать не получается пока я пишу так и есть вот как он говорит и тоже я должен иметь высшее юридическое образование или нанять такого и а нанять ни на что мне и ну и всего движения нет движения нет и через неделю вернут ну вопрос другой подаст ли прокурор суд тогда можно уже по полной программе сейчас неизвестно каком состоянии мы молимся и что господь как ему на сердце положит молиться о нем максим звать прокурора чтобы господь обратил его веру евангельскую чтобы душа его не погибла евгений касперский игнатий тихонов и спаси по богу спасибо богу православных никогда так не скажет что вы есть такой запал какой имеете вы виден только у лютера и пророков думал о вас сегодня с радостью на сердце наталья усатая мир вашему дому мой любимый отец игнатий тихонович крещение не получилось отложила крестных нет и никак муж был дома к свекрови не поехал вызвали на работу желаю чтобы муж дал сам согласие на крещение и не препятствовал муж неверующий дал согласие ну какое же согласие думаю скоро смириться и даст согласие куда же денется то придется принять и смириться я не позволю чтобы дети выросли язычниками но тут наташа как придется я не позволю это да желание а дальше что ничего не сделаешь батюшка не согласился со мной говорит что детей надо крестить а благодать все равно будет охранять детей на пути их жизни и он считает что во время крещения душа рождается от воды и духа мне было очень плохо хотела с ним поговорить о рождении свыше но не могла тошнила сильно на дабы не было быстрее на воздух отдала десятину кое-как уговорила чтобы взял то не хотел но все же взял как бы с одолжением субботу было много крещенных и взрослых и детей 20 человек если со всех он берет деньги прикрываясь пожертвованием для храма то конечно 20 человек выходит 2000 а тут написано 2000 тысячи евро двойка три ноля лишние какая то десятина вот поэтому они не берут он понимает что если десятина то ни за что нельзя брать а за таинство вообще нельзя все в сережках все с детки статуировками накрашенные ходят что сказать в лавке серьгами торгуют ну хоть проповеди считает и писание приводит по учению по новому завету послание апостолов не слышала вообще только по евангелию сказала батюшки пусть дети подрастут и сами сделают выбор а пока дома занимаемся у меня есть ваши книги не все но слава христу из-за эти они мне очень дороги всегда открываю считаю вспоминаю вас валентину сортисан и детки знает кто им подарил что вы скажете отец игнати правильно сделала что отложила крещение и крестных нету спаси христос вы и ваши две общины всегда моих молитвах отвечая крещение детей необходимо но при условии что родители истинно верующие будут детей причащать учить по святой библии а если этого нет то кто они будут о том говорят и осипова отец дмитрий смирнов наталья в этом мой вопрос что литургию муж не пускает и как им причащать это старше 6 лет исполнилось ее надо готовить уже к исповеди но пока я не вижу чтобы она признавала что поступает неправильно просят прощения у бога вечерней молитве то на другой день опять тоже самое как и объяснить не все конечно понимаю отвечаю тут на мужа не нужно смотреть а делать только так как заповедано богом матфея 10 37 кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня и кто любит сына или дочь более нежели меня не достоин меня матфея 10 38 и кто не берет креста своего и следует за мной тот не достоин меня это твой крест вышла замуж не насильно дети родились уже остается теперь делать выбор кому прилепляться и сценить их не христианина мужа и остаться без него или лишиться детей по суду а враг на это может покуситься тут только ваша воля и любовь к создателю думая своими силами умением или хитростью как-то смещить последствия какие будут от них христианина мужа это уже ваш выбор и для вечности второе маковейска 7 глава псалом 80 14 17 а если бы народ мой слушал меня израиль ходил моими путями я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснители их ненавидящие господа раболепствовали бы им а и благоденствие продолжалось бы навсегда я питал бы их туком пшеницы насыщал бы их медом из скалы воспоминания вояк пенсионеров теснятся на предпраздничных колонках и не словечко о христе а вере как бог хранил и тех кто злом уловлен земля дымящаяся в гневе головня дрожала содрогаясь от разрывов спешили хитростью покинутых пленять смерть распростерла ядовито крылья в кошмарных снах текли десятилетия бог мял колхозом и гулагом беспощадным пятиконечную звезду покойникам прилепят протравленная сплошь табачьим ядом тьма совершенная египетская ночь засилие мрака над страной несчастной и как с израилем все повторилось в точь но место библии лишь ленинские басни фронтовикам счастливо уцелевшим бог его вашан составил покаянию но вновь попутал без лукавый леший над верой коммунисты беспробудно пьяны слепцы отжившие бормочет про победу рабы греха плененые страстями не внешне только на духовно бедны мешки с кожи с хрупкими костями а бог все ждал он любящий отец раскристанных и бритых оборванцев что вот одумаются свиньи наконец и посоветуют за стол коцу пробраться фронтовики невольники из детства победа первопирующих останков перед дорогой в вечность вам присесть бы и помолчать о подвигах поганых вы все убийцы все почти до одного вы побежденные грехом и злобным бесом мы без христа мешки костей и гной и легче пустоты бог нас писанием взвесил 18 октября 2007 года псалом 61 10 сыны человеческие только суета сын и мужей ложь если положить их на весы все они вместе легче пустоты екатерина мир всем христос посреди нас дорогой и гнать и тихонович выезжаем сегодня ночью в казань поезд номер 136 на барнаул и приедем туда 5 июля в четверг 5 30 утра а с барнаула до села потеряевки нас обещал вести сергей пупов я с ним и созванивалась только он сказал что у вас дожди будут и тогда уже он не сможет на своей машине проехать а тогда может придется просить кого-то еще просим ваших святых молитву все телефоны взяли если что то позвоним до встречи спаси вас христос я сергею сергею сказать что если будут дожди то ему ехать через корчино сворачивать стрессу у буканки там надпись что справа до корченского элеватора это почти на 75 километров дальше будет тогда он сможет проехать вот сейчас утро уже следующий день сегодня у нас получается 3 июля 4 40 я встал в 3 40 пораньше ложусь и надо сейчас идти к володе лодку накачивать и идти замеры сделать разных местах сколько и луг приблизительно я кинул not столько-то сколько на самом деле неизвестно вот наталья видно опять вышла надо наталья высота мир вашему дому мой любимый отец игнатий тихоныч это уже было что же она тут написал это спаси христос отец игнатий а можно я вам заочно вас заочно запишу в крестные для сына одна ваша молитва дороже десяти крестных я все поняла хороший стих для меня главное быть со христом и сохранять веру ну прямо считаю вот так прямо чистого листа как говорят онлайн просто в пределах видимости редко считаю потому что скверны всякую пишут прям никуда но наташа тут написала как надо что я сейчас буду отвечать тут я все выключаю на это на сегодня все